Ощущение удивительное то, что, вы понимаете, у нас в Москве уже месяца два солнца нет. Я уж тут об этом всем говорю. Я приехал сюда, и здесь солнце. Вы знаете, это вот как папуаз, который увидел зеленую бутылку. Я схожу просто с ума. Солнце хорошо, светит, яростно. Клево. Не все получилось, но было клево. Это были времена, знаете, когда только Германия объединилась. Я там три года в Германии прожил. Там своя школа была, и вот этот балет поставил. Удивительное время. Опять это Ромео и Джульетта, опять это восточные и западные немцы. У меня были турки, колумбийцы, югославы. Не помню, кто там, сербы, хорваты, точно я не разбирался тогда. И самое главное, что меня удивило, когда мои товарищи немцы, которые во всем мне помогали, удивительные люди. Вы знаете, когда они пришли, а давайте, говорит, сыграем в самой старой церкви германии на Александр Плац, Николай Кирхин. Они пришли договориться, и те говорят, давайте. И мы сыграли первое представление там, это было удивительно. Вообще фехтование, как мордобой и смертоубийство, это уже дело прошлое, потому что сейчас мы уже начинаем фехтовать музыку. Не под музыку, а музыку. Это немножко другая вещь. Это когда шпага превращается в музыкальный инструмент. Я там долго искал тона, как ее набрать и так далее. Тоже очень сейчас криво идет, но безумно интересно, если все завершится. Тело воспитать проще, чем воспитать собственную душу и эмоции. Вот и все. Мы идем просто простым путем. Потолок только в собственной ленности. А что касается потолков вообще в творчестве, их не существует. Надо быть открытым к любому опыту. Потому что творчество без эксперимента не существует и быть не может. Вообще, как система родилась? Родилась она очень просто. Однажды Станиславский играл в спектакль. И вот сыграв спектакль, он вдруг почувствовал такое ощущение, такое вдохновение, такой полет, во время которого все как бы само заиграло. Все стало правильным. У него заработала, как он потом говорит, внутренняя интуиция, которая все за него делала. И он совершенно не тратился. И все проходило само собой. Мало того, еще зритель был в восторге, как это все проходило. И контакт был, и все сыграно было. Это было просто, ну, один из моментов вершинного творчества. И тут же он, понимая это, задает вопрос. Я, говорит, несколько раз испытал такое ощущение. Можно ли не ожидать его, а это ощущение в нужное время, как он потом говорит, вдохновение должно приходить тогда, когда это стоит в афише. Это ощущение, возможно ли, каким-то способом возбудить тогда, когда это нужно. И он задается этим вопросом, начинает исследовать. А по поводу праноемы, дело в том, что и все начинают заниматься новомодными какими-то вещами. Новомодными, говорит, вот мы йогой заменим Станиславом. Смешные люди. Станиславский занимался йогой еще до того, как они все это поняли. Даже знаменитая схема системы, которую рисовал Кристи для Станиславского, она нарисована в виде легких. Потому что дыхание, прана, Гротовский, который все время в пик ему ставит. Что он пишет? Точная выдержка из него. В конце жизни Станиславский стал гениальным. Это когда он изобрел метод физических действий. И я, в смысле не я, а Гротовский, я начал там, где, умерев, Станиславский закончил. Как и говорили древние китайцы, если хороший человек проповедует ложные учения, учение становится истинным. Официальная страница моего ТВ в сети. Мойпортал.ру Слэш МайТиВи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова